Перепады температур, слякотная и ветреная погода – идеальные условия для распространения инфекций. Роспотребнадзор фиксирует всплеск заболеваемости ОРВИ. За медицинской помощью в регионе только на этой неделе обратились 6 тысяч человек. В инфекционном отделении Первой городской больницы занято больше половины коек. У пациентов высокая температура, кашель, насморк. Подхватить инфекцию, отмечают медики, можно в общественном транспорте, на работе или в школе. Болезнь быстрее разовьется на фоне ослабленного иммунитета или при переохлаждении. Профилактика острых и респираторных вирусных инфекций – это всем известные самые элементарные меры предосторожности. Это как можно меньше бывать в помещениях с большим количеством народа. Если в семье имеется пациент, у которого имеются катаральные явления – кашель, насморк, боли в горле, желательно носить маску. Ну, конечно, обязательно проветривать помещение, делать влажную уборку, употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С. ОРВИ – это острые респираторные инфекции, которые вызывают поражение верхних дыхательных путей. По лабораторным данным, сейчас в Иванове циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы. Всплеск заболеваемости фиксируют и в 7-й детской городской больнице. Болеют, как правило, те, кто не сделал прививки. В сутки врачи обслуживают до 400 пациентов. Это примерно в два раза больше, чем в обычные дни. В поликлинике работают 7 участковых педиатров. Каждый в день принимает около 40 пациентов. Плюс вызовы на дом. Родители предпочитают перестраховываться и при первых же симптомах заболевания обращаются к медикам. Но панику наводить не нужно. Мы, конечно, призываем, чтобы они обращались с высокой температурой. Но дети до двух лет – это однозначно вызов на дом. И до выздоровления на дому врач наблюдает. А дальше, чтобы все-таки прислушивались они к совету педиатра, и что действительно просто вызвать домой послушать ребенка, или просто из-за того, что длится в течение двух недель кашель, лучше, конечно, прийти на прием и записаться предварительно. У нас для этого есть все условия. Говорить о начале эпидемии пока рано. Но медики прогнозируют новую волну развития инфекционных заболеваний во второй половине ноября. Врачи в полной боевой готовности. Пациентов просят воздержаться от частых походов в торговые центры, в кинотеатры и на концерты. Участие в массовых мероприятиях тоже лучше отложить. Хотя бы до конца ноября.